Ну, слава тебе! Наконец-таки и мы начали собирать свои компьютеры. Ура! Может быть доля импорта у нас станет, ну, максимум 30%, а может и меньше. К слову, о ценах. Но на моей графике вы поймете, как проехать к магазину товара народного потребления. От Алькора на левом берегу, вдоль Метиск и сюда. А вот посмотрите, что сверху она располагается. Сверху располагается замечательный бензо- и электроинструмент Ермак. Кроме всего прочего, посмотрите, сколько его здесь. То есть, в принципе, все, что для вашего дома нужно, здесь есть. Никаких проблем. И шуруповерт, и электродвери, и то, что отдельно висит, у которого аккумулятор цепляется. Все есть. Кроме всего, пилы дисковые, рубанки электрические, шлифовальные машинки. Все есть. Но мы сегодня говорим про Ермак. Про то, что располагается сверху. Одной простой причине. Вы приехали и захотели в баньку сходить. Вот. А баня, как правило, топится дровами. Но если что-то у вас не получилось, а у вас есть березовые паренницы, так вы их распилите, а потом тут же купите замечательные либо топоры, либо колуны. Расколите, затопите и почувствуете замечательный аромат дровяной бани. Да тут много таких вещей. Цена-то оптимальная. Если вы хотите грамотные товары для дома, а не фентифлюшечки всякие, то заехать надо только сюда. То есть есть и у меня всякие фентифлюшечки, но их мало. В основном то, что приносит мне деньгу. Да, отдельная тема это камина. Потому что, возможно, вы приехали куда-нибудь на природу. У вас там дом стоит. И пока печка разогреется, пока вы наконец-таки получите результат, вы вот эту штуку возьмите с собой. Цена абсолютно небольшая, но каков КПД. Так вот, КПД вот этого камина 1200 ватт, а этот 1500 ватт. И по сути, посмотрите, как это все выглядит. То есть и вы поймете, что камин хорош, но нужен ли он вам, когда у вас есть такой камин. К слову, о цене вопросы. Говорил бы я, не поверили. Говорят те, кто сюда приходит. Ну, цены здесь всегда у нас дешевле, чем по сравнению с другими магазинами. Ну, так просто мы сюда не приезжаем. То есть записываю, что надо. Вот, допустим, сегодня подарки небольшие делаем к Новому году, друзьям, знакомым. Ну, то есть у вас друзья уже взрослые, правильно? Да, да. А для взрослых друзей надо что-то с полезной, с полезной вещью купить. Электромясорубку, допустим, я сегодня приобрела. Сейчас посмотрим, еще походим какие-то изделия. А так, по сути, все то, что и должно быть дома. Цанки и ледянки, топоры и весь ермак. Отдельная тема посуда и то, на чем готовить. И цента странных тут и нет. И, конечно, мы говорим про то, что у нас зима, да? Зима у нас, извините, подвиньтесь, это длинный период времени. Почти 6 месяцев мы будем прыгать по льду. Ну, и впереди у нас, естественно, Новый год, правильно? Как вы готовы к этому? Что у вас есть? Ну, мы подготовились за зимой. У нас большой выбор ассортимента лопат. Вот, к примеру, вы в руках держите. А что это такое? Ну, когда брати... Вот я... Это... Вы мне сказали, а я его хотел людям показать. Вот обыкновенная лопата ломается, правильно? Да. Давайте проверим. Это у нас не колется. Вот, пожалуйста. Хоть прыгайте, хоть что-то не делайте. Вот я рекомендую за такую штуку сюда приехать. А теперь давайте про цены мы переговорим. Потому что цены у людей какие-то странные возникают, да? У вас какие цены? У нас цены очень дешевые, как бы, посмотрите сами. От 172 рублей и ниже. А такая сколько стоит? Такая вот, я вам и показываю. 172 рубля. 172 рубля. Надо обязательно себе купить. На все остальное то же самое. Никаких цен с повышающим коэффициентом я у вас не заметил? Нет. Нет, у нас такого. Ну, это круто. А то я купил за дорого пластиковые лопаты. Они сломались. К слову о том, что ломается. И даже навороченная Канада тоже ломается. Здесь в основе Россия. А российские лопаты служили и нашим отцам, и дедам. Да и нам послужат. Раз мы говорим о товарах народного потребления и об интернет-магазине товары даром, то надо понимать, что все сделано по сути-то и для вас в том числе. То есть, если это зима, то то же самое. Только вы можете купить это либо в интернет-магазине, либо приехать сюда. Я вам уже показал, как сюда добраться, да? А раз товары даром, и раз товары для вас, то для вашего ребенка в том числе замечательные салазки, коньки и все остальное. Вот оно. Представляете? Надо что-то, так пожалуйста. Но если вы вместе захотели, то есть и тюбинги, кстати, тюбинги для взрослых в том числе. Так вот и получается. Все, что есть в нормальном количестве. Не так, чтобы было много всего, да и не так, чтобы было мало. Просто надо заехать, и, кстати, оптовая цена, и это 500 рублей. И приобрести все, что нужно для сада, для дома, без катастрофических издержек. Я сюда пришел за светодиодными лампами. Здесь они дешевые? А? Здесь дешевые? Здесь, конечно, дешевле. Я вообще прихожу в этот магазин всегда, чтобы купить что-то дешевое. То есть здесь дешевые цены? Да, здесь очень дешевые цены. Ну, а поскольку сюжет у нас предновогодний, то и подарки для вас уже есть. И вот этого у нас, к сожалению, не хватает. Потому что, когда был город Магнитогорск, начали процесс высаживания лиственных лесов. Но лиственные леса, они падают, лиственницы, понимаешь? То есть зима наступила, и все. Чем мы должны были бы уберечь себя? Так вот, уберегать себя сегодня и сейчас вам нужны хвойные леса. Поэтому я крайний противник того, что вы покупаете себе хвойные деревья. Уж поверьте, возьмите эту хвою. А лучше скажите, давайте мы просто посадим где угодно. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше мы будем говорить, что Магнитогорск, он абсолютно нормальный город. Абсолютно нормальный город. И в связи с тем, что мы как-то против этого дела, да, я всю жизнь себе покупаю нормальные елки. По сути, вы одну елочку себе купили и сэкономили на хвои. В каком количестве, сами подумайте, если каждый год вы покупаете хвою. Гораздо проще вариант. Прийти сюда и купить себе нормальные, вот такие искусственные елочки, вот такие или вот такие, пожалуйста. И все. И проблем-то у вас не будет. А ту хвою, которую вы хотели посадить в городе, возьмите просто и посадите. Или рядом с домом, или еще где-то. А как его найти по интернету? Вообще-то просто. В любом поисковике вбейте «хостовары». Сразу будет адрес. А для тех, кто сюда может приехать, все просто. Алькор знают все. Так вот, слева от него улица. И проехать до товаров народного потребления легко. Алькор!